На территории Ленинского городского округа расположены земельные участки 116 различных объединений. И как показывает практика, проблемы, которые хотели бы решить местные жители, типичны. Благоустройство, перебои вода и электроснабжения, газификация и сбор мусора. Мы находимся на границе Ленинского района и Раменского района. Напротив нашей, через дорогу, находится КНСК. Это канализационная станция, которая не работает много-много лет. Отсутствует газ в деревне. В свое время газифицировали деревню Попвичино и Дедилдина. И должны были таблова. Четыре года мы ждем решения вопроса с канализацией, с водоснабжением, с ремонтом освещения деревни. Перед началом семинара с представителями сельских населенных пунктов, садовых, дачных и некоммерческих товариществ участники могли получить профессиональный совет по самым разным вопросам, прежде всего касающихся налогообложения и земельно-имущественных отношений. БТИ – это кадастровая работа, межевые планы, технические планы, акты обследования, если это необходимо, также техническая инвентаризация объектов недвижимости и по амнистии, которая у нас была продлена. Исчерпывающую информацию по вопросам содержания домов и земельных участков для участников семинара подготовили профильные организации и службы. Представители СНТ интересуют в первую очередь, как осуществляется вывоз с населенных пунктов, какие отходы может вывозить региональный оператор, какие не может, периодичность. Также их интересует возможность обустройства контейнерных площадок на территории муниципалитета. Главное, ради чего в зале собрались представители сельских населенных пунктов, это возможность напрямую задать вопросы руководству Ленинского городского округа. Мы постараемся разъяснить те изменения, которые произошли за последнее время. Поступило порядка двухсот вопросов, мы их сейчас возьмем на контроль и будем отрабатывать, на какие-то наиболее острые ответы постараемся ответить сразу. Активная работа с жителями после семинара получит продолжение. Уже сейчас работают чаты председателя СНТ, старосты округа, в которые ежедневно направляются различные информационные материалы. Там же проводится разъяснительная работа по вопросам законодательства и нормативных актов. Максим Козлов, Мария Кузьминкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.